Всем здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто зрители моего канала. Приехала сегодня совсем ненадолго, время сейчас уже 5.30, хоть час-полтора, все равно с вами победы. Сигнал хороший? Хороший сигнал. Хотела копать. Наклонилась, а монета торчит. Повыпахивались монетки. Сухарик. Вообще какая-то сухая-присухая монета. Но это радует. Сейчас мы ее отмоем и будет как новая. Это у нас одна копейка 1903 года. Видны следы спашки. Свеженькая царапина. Я не копала, поэтому это, видать, плугом. Зацепили в этом году при вспашке. А монета была просто замечательная. Сохран хороший. И с другой стороны прекрасная монета. Помылась и замечательно выглядит. Вот так монета первая. Сигналы у меня уже были. Я откопала несколько конинок, железки, пока шла сюда. Еще один сигнал. Вот этот хороший. 47. Было бы ровненько. Походил бы по мягкой земельке. Здесь колдобы ходить тяжело. Вообще ездила как-то на это поле. Приехала потом. Вообще все разбитое. Долго не походить. Просто ногам тяжело по такому полю ходить. Тишина. Все ноги выкрутишь. Ух ты. Ух ты, ух ты. Смотрите, что-то такое. Что-то, что-то, что-то. Что-то интересненькое. Спрятано в земле. Интересная попалась вещица. Какое-то украшение. Или вот это я лопатой, или плугом. Не знаю точно. Но царапина свеженькая. Просматриваются какие-то узоры. Что-то было вообще интересненькое. Ушко носили раньше. Кто находил такое украшение, пишите. Кто мог носить такое украшение? Что вот это? Или это подвеска какая была, или может быть, не знаю, что. Возможно, татарское украшение. Много на себе носили украшений. Возможно, татарское украшение. Подсказывайте. Но вещь интересная. Жалко, что подзатертый рисунок. Люблю такое находить. Что-то интересненькое. Ушко слегка подношено. Ой, руки у меня засыхают от земли. Вообще так сохнут. Кожа потом трескается вся. Так, ну ладно. Идем с вами дальше. Вот туда, к лесу. Еле-еле цепляет. Но что-то есть. Я отвернулась от ветра. С той стороны сигнал был четче, чем сейчас ветерок задувает. Не выкопали, что ли, еще что-то? Не выкопали. Где-то, наверное, здесь еще сигнал идет. Слабо как-то пробивается. Все, железо вбивает все сигналы. Искажает. И попробуй найди. Вот он наш красавчик. Три копейки 1928 года. Лежала здесь спрятана от всех. А мы с вами нашли троечок красивейший. Бронзовый. Если вы решили заняться приборным поиском или поменять свой старый металлоискатель на более новую модель, рекомендую всем магазин у деда Мити. Там широкий ассортимент металлоискателей и различных аксессуаров для поиска. А также в этом магазине действует система трейд-ин. Вы можете свой старый металлоискатель обменять на новый. При заказе металлоискателя не забудьте назвать промокод в поисках клада с Дашей. Вы получите скидку или подарок. Ссылка на магазин будет в описании под видео. Без чехольчика, конечно, хорошо. Все видно намного лучше. А то у меня он уже подзашоркался, так немножко подзатерся. Прибор у меня как будто новенький. Чехол сняла. Все-таки защищает, конечно. Сейчас бы он у меня уже как старенький был. А так сняла и новенький. Главное, немножко походим. Думаю, за один раз я его не поцарапаю. А у нас сигнал. Вообще такой зашкаливающий сигнал. Как же я люблю сигналы на рутусе больше 80. Как я их жду, потому что такие сигналы говорят нам о меди. Возможно, что-то медное. Пластина тоже хорошо бьет. Хоть бы не пластина. Просто зашкаливающий сигнал. Нет. Вот это блин выпал. Ничего мы с вами сегодня копаем. Большая монета. Сколько радостей. Монета здоровенная. Ох, круто. Все, мандраж начинается. Редко, вообще редко. Крупные монеты. Все, какая-то мелочевка попадается. Вот это пятак. Такой большой, друзья. На три пальца. Пять копеек СПБ. Год какой. Так. Год у нас 1881 год. Это у нас Александр. В 81 году. Его же смертельно ранили. Последний год жизни Александра Второго. Да, 81 год. Точно. Александра Второго называли царем-освободителем. Он очень много провел реформ в стране. Кто был виновен в смерти Александра Второго, повесили всех. Вот так вот. Отцом Александра Второго был князь Николай Первый. Ну, вы, наверное, все знаете. Много чего можно было рассказать, но время идет. Надо заниматься поиском. А то солнышко у нас быстро сядет. И наступит ночь. Темная ночь. Александровские пять копеек. Очень круто. Тем более еще такой год интересный попался. Так можно ездить каждый вечер. Хоть часа два-полтора можно все равно походить. И будет, возможно, какой-то результат. Монетки есть. Медный сигнал. Еще, наверное, одна монета. Не такой высокий, как тот, конечно, сигнал. Такие бы сигналы копало-копало. Больше 80. Больше никаких не надо. 80. 86. Ой, не копается у нас здесь ничего. Вот в этом комочке что-то комар кусает. Комары. Вроде бы нелепо. Комары заедают. Комаринку с собой не взяла. Непонятно. Что-то где-то рядом. Ой, блин, комары заедают. Как запикало. Серьезно все. Ну, что здесь такое? Что запикало? Ой, смотрите. Колечко маленькое. Малюсенькое совсем. Делали из маленькой медной монетки. Колечко. Еще сигнал. Ну, сигнал, смотрите. Вот такой какой-то. 41. Скачет. 38. Не серебро точно. И неметь. Ничего. Монета проскользнула. Вот она монета. Монета. Темно как-то стало. Так быстро солнце садится. Просто ужас. 2 копейки 1930 года. Монетка хорошая. Хорошенькая. Надо быстрее бегать. Иначе совсем уже темно становится. Только приехала и все. Скоро вообще уже вечерами не походишь. Только по выходным дням. Вот успеваю. Ловлю моменты. На этот раз четкий сигнал. Стабильный. Сигнал. В этой части я в поле не была. Ходила в другом месте. Монета сразу же выпала. Где-то рядышком была. И что, маленько перчатками потрем. Ей уже, думаю, ничего не повредит. Она уже устала лежать. Это у нас 3 копейки 1937 год. Где-то стреляет в лесу охотники. Давно не слышала пения птиц. На ночь глядя, птичка решила песни попеть. Так хорошо. А то ходишь, тишина. А только где-то охотники бабахают и все. Слышно вам, нет? Но птички поют. Потихонечку. Сигнал дает о себе знать. 14 у нас сигнал. На ротусе. Как же здесь копать? Вывернули пласт. Может, выкопали? Буль, 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 буль. Боже мой. Боже мой, монета. Вся какая-то она помятая. Все плугом, все измяли. Что за монета? Монета помятая. Да еще и с отверстием. Какой год? Это у нас щитовичок. Год. Год какой? 32-й, наверное. В основном они как-то попадаются. 31-й, 32-й год. Монета вся убитая. Кто-то что-то с ней делал. Отверстие пробил. И с этой стороны. Ну ладно. Ой, это поди пуговицы вообще было. Смотрите, с этой стороны еще одно отверстие. Чего делали? Непонятно. Для чего это? Пробивали монету. Еще и плугом ее все убили. Вся помялась. И все. Печально, но что поделать? Находка есть находка, которую мы не выбираем. Находка выбирает нас. На этот раз сигнал повыше. 72-73. Конечно, ходишь. Маловато сигналов. Скорее всего, места подвыбиты, конечно. Монеты попадаются до 800-х годов. Значит, люди жили здесь очень давно. Где же наш сигнал-то? Где-то в глубине. Давайте проверим. А то копать очень неудобно. Копаем. Копаем, копаем. Она сбоку лежит. Зеленая монета. Малюхенькая. Где-то была вообще почти на поверхность. Одна вторая копейки. 1909 года. Да, 1909 год. Одна вторая копейки. Рыженькая монета от химикатов. Поля обрабатывают. И монеты рыженькие становятся. Николай второй. Это вот все очистится. Зелень отойдет. Здесь вот вообще замечательная. Все отойдет. Монета будет как новенькая. Любому уже сигналу рад. Ходишь много, а положительных сигналов совсем мало. Это тоже, конечно, сигнальчик такой. Так, 40. 40 как-то бьет. Скачет годогров. Мы выкупаем. Что уж будет. Рыжнечики в лесу песни свои запели. Невозможно здесь ходить. Не знаю, наверное, сюда не поеду больше. Невозможно ходить по таким колдобинам. Все ноги себе выкрутила. Может быть сюда приеду весной. Монеты здесь есть. Ходить надо много. Непонятно, как располагалась деревня. Все распахано. Растаскано по такому большому полю. Попробую, что найди. Хожу, хожу. Мало чего нахожу. Так, непонятно. Где же сигнал наш? Сигнал-то какой-то ерундовый. Хотя нет. Хотя монетный сигнал. Копейки вот эти еле-еле пробиваются. Одна копейка 1946 года. Это у нас послевоенное время. Очень тяжелое было послевоенное время. Потому что Великая Отечественная война нанесла очень большой ущерб нашей стране. Насчитывается больше 600 миллиардов рублей по тем временам. Столько лет лежат монеты. И как новенькие. Очень радуется храм. Копеечек. Вообще классная. Красивейшая монета. Что у нас по сопутке? Штукенцию нашла непонятную. Кто знает, пишите. Что за штукенция? Гельзы, проволока. Вот так немного сопутки совсем. Алюминиевая ручка. Трубочка. Буквально совсем немного. Ну и по находкам. Классная монета. Я так была рада. Украшение мне вот это вообще понравилось. Что-то интересненькое. Три у меня сегодня империи. И советы. Ну и сопутка. Тут конинки. Без нее никак нельзя. Очень много на полях. В лесу конины. Какая-то штучка. Маленькая. Непонятная. Пятак здоровенный. Не зря сегодня съездила. Монетки есть. Можно было походить. Но уже камера как-то не фокусирует. На землю так сделаешь. Уже как-то и фокус не работает. Буквально еще минут 20. И будет темно. Сейчас пока выйду с поля. Мне еще по полям там долго ехать. И все темно будет. Не люблю по темноте ездить по полям. Потому что дороги нет. Все перепахано. Вот я уже здесь проехала. Дорожка моя. Хочется всем пожелать здоровья, бодрости и счастья. Всем пока, друзья. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok